всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поделиться с вами таким приемом как можно оживить электронный одинаково звучащий хайкет с помощью плагина тремоло который у нас есть в logic давайте послушаем что у нас есть у нас здесь есть барабанный рисунок классический и также есть вот такой head как мы видим уже с баунсины в аудио и который себя представляет просто одинаковые удары 16 абсолютно идентичные без какой-либо разницы и вот мы сейчас собственно с вами посмотрим как это можно видоизменить и скажем так сделать более живым дать послушаем ну то есть довольно звучит компьютерно не очень живо и ну на самом деле слушатели такого хай это на протяжении всей песни просто утомиться поэтому мы можем вот что сделать мы можем открыть плагин тремоло здесь есть разные пресеты но можем взять начать софт тремоло и привязку лучше делать к темпу то есть возьмем например одну четверть и это означает что вот этот рисунок который у нас здесь показывается будет каждую четверть повторяться то есть цикл у нас будет повторяться каждую четверть смысл у нас делает просто более мягким вот эти изменения и соответственно depth то есть глубина у нас эффект усиливает то есть в чем эффект состоит когда у нас внизу находится волна у нас громкость просто выключается а вверху она включается то есть таким образом это как такая быстрая автоматизация ручки громкости только внутри плагина то есть это по сути у нас закон того как у нас ну представьте что фейдер будет туда-сюда двигаться по вот этой волне и вот собственно благодаря вот этой волне мы можем настраивать характер звучания хэта конечно полностью я убирать не рекомендую только в некоторых случаях когда вы хотите например из 16 сделать восьмые тогда можно то есть чтобы какие-то удары просто исчезали то есть чтобы их не было слышно но в остальном если мы хотим оставить именно движение шестнадцатыми но придать им живости как будто это играет живой барабанщик а живой барабанщик конечно же никогда не сыграет одинаково все 16 нот в такте шестнадцатыми он всегда их сыграет с каким-то акцентом на первую долю ли там на слабую шестнадцатую там на восьмую долю и так далее то есть это уже зависит от грубо песни давайте поэкспериментируем прямо в реальном времени как-то он будет звучать кстати симметрию вот когда мы делаем на ноль ни в коем случае нельзя ставить просто просто у вас все исчезнет и будет просто общий уровень громкости то есть смысла в этом естественно нету а вот есть один процент оставить то у нас уже начинается вот эта волна и таким образом вот можно создать такой классический некий сайдчейн эффект когда у нас в начале точнее анти сайдчейн эффект то есть нас начало акцентировано а все остальное становится тише и это таким образом тоже может создать такую живую игру когда на сильную долю барабанщик усиливает удар вот давайте послушаем вот даже меняя положение ручки depth уже меняется характер звучания общего грува то есть можно например когда у нас акцентируется только первой доли остальные прям практически сходит на нет это подходит для более разряженного рисунка например в куплетах а например уже ближе к припеву у нас поднимается ручка depth и как бы барабанщик будто более активно играет то есть можно одной ручкой просто на протяжении всего трека делать уже за счет этого динамику от всей барабанной партии хотя барабанной партии здесь априори неживая и сделано в скажем так синтезаторами поэтому очень очень полезный инструмент естественно симметрию смутно точнее можно тоже менять то есть можно прям оставлять только акцент по самому первой доли то есть за счет этого очень меняется характер и если даже по чуть-чуть автоматизировать можно максимальной живости придать и к тому же сейчас у нас по одной четверти идет этот закон мы можем сделать его по полтакта то есть тоже уже рисунок меняется зависимости от синхронизации с сеткой проекта но сейчас у нас обратный эффект такой эффект сайдчейна когда у нас наоборот когда например бьет бочка на первой доли у нас хай-хэт проваливается а дальше он как бы появляется ну как правило имеет смысл это делать от одной четверти больше то есть одна вторая хорошо работает ну думаю идею вы поняли то есть этим можно экспериментировать до бесконечности и каждый раз будет получаться разные рисунки за 10 есть offset то есть вы можете чуть-чуть сбить привязку к сетке но я бы не рекомендовал этого делать потому что начнется такой некий хаос так как здесь все равно все довольно ровно и привязано к сетке то в этом смысла большого в сети в данном случае нет а вот симметрии играться играться с вот этим смягчением с глубиной это конечно смысл однозначно имеет за счет этого можно абсолютно разные рисунки и характер звучания получать ну что ж на этом все обязательно поэкспериментируйте опять же это можно конечно же не только на хай-хетах использовать это можно использовать где угодно там на шейкерах или даже на каких-то музыкальных партиях арпеджаторах и так далее чтобы они не были однообразными то есть все что имеет некую ровность одинаковую на протяжении там хотя бы двух трех тактов четырех тактов то вот с помощью тремоло можно таким образом добавить динамики так что welcome пользуйтесь ну а мы с вами увидимся в следующих видео с вами был дмитрий урсул всем пока и